Мной разработан законопроект номер 2330, который был внесен еще в апреле месяце в Верховную Раду. К сожалению, он до сих пор не рассмотрен, потому что до него не доходило время. Я завтра публично обращусь и не публично к руководству фракции и коалиции с предложением в следующей неделе этот законопроект понять. Как раз я в этом законопроекте предусмотрел отсутствие возможности залога для лиц, совершивших коррупционные правонарушения в особо крупных размерах или занимающих особо важное положение депутатов, судей, прокуроров, милиционеров, работников службы безопасности, чиновников высокого ранга. Естественно, что мы не должны начальника ЖЭКа, который возьмет 200 гривен взятки, не давать ему возможность залога. Но когда прокуроры берут взятку полмиллиона, или же работники СБУ сегодня задержали сами же специалисты службы безопасности на взятки 170 тысяч долларов, эти люди не должны иметь права выходения по залогу. Да, это не по-европейски, потому что... То есть права людины, презумпция, невыностости. Да, ну же европейцы, я общался с многими полицейскими из разных стран, у них фактически в СИЗО находятся только маньяки серийные, да, то есть все остальные имеют право выпуска под залог. Но у них коррупция уже побеждена, у них нет этого явления как системного. Поэтому в нашей стране действительно нужно ввести ситуацию, при которой коррупционер, занимающий важное положение или берущий особо крупные взятки, будет знать, что у него другого пути находиться в СИЗО до суда у него не будет. А ведь чем важна возможность залога? В нормальной стране, если лицо, вышедшее под залог, только попробует приблизиться к лицу потерпевшему или свидетелю, угрожать ему, его немедленно закроют в тюрьму. У нас же, наоборот, лица, которые выпускают из-под залога, начинают договариваться. Я это видел на примере известного дела, которое я помогал начинать по прокурору Обуховского района, господину Дикому. Полгода прошло, передали это дело в суд, сумасшедшее давление идет на потерпевшего в этом деле, с которого вымогали 100 тысяч долларов или земельный участок. На него заводятся уголовные дела, попытки такие ведутся. На него пытались его подкупать, угрожать, но человек занял принципиальную позицию. Он говорит, я хочу, чтобы мои обидчики получили установленный законом срок. И так далее. Поэтому это сплошь рядом. Такой закон надо принимать. Я поддерживаю инициативу президента и прошу лидеров фракции поддержать мой законопроект. Продолжение следует...